Мальчишка в 13 лет снайпер? Да еще и на орден красной звезды претендует, удивился генерал, подполковник Матвеев, зайди-ка ко мне. В голосе генерала подковыркина слышалось растерянность и недовольство. Матвеев тут же схватил со стола офицерскую фуражку и чуть ли не бегом поспешил к генералу. Но не успел он переступить порог кабинета вышестоящего начальника, как тот его остановил резким окриком. Ты когда мне документы на подачу такой награды подаешь, смотришь хотя бы, проговорил подковыркин, размахивая в воздухе листком бумаги. Так точно, отозвался подполковник, не понимая, что не устраивает генерала в поданном списке. Плохо смотришь. Ребенка, понимаешь ли, вписал мне. Тут одно из двух, или ты умом тронулся, или год рождения напутал, стал рассуждать генерал. Это вы о Курке? О нем самом, строго произнес подковыркин. Смотрю, сразу сообразил. Товарищ генерал, там нет никакой ошибки. Василий Курка действительно ребенок, очеканил подполковник, еле сдерживая улыбку. Он сразу вспомнил о том, как он сам также отреагировал, увидев год рождения героя. Ты что, задурно меня держишь? Лицо генерала побагровело. Пацаненок в 13 лет снайпер? Да еще и на орден Красной Звезды претендует. Так точно. Я же сам тоже не поверил в это, пока не проверил. Отозвался подполковник. Вот те раз. А как он вообще попал на фронт? Лицо генерала выражало неимоверное удивление. Говорит, что сам попросился. Обещал, что если его возьмут, не подкачает. И не подкачал. Мало этого, он еще 59 снайперов успел подготовить. Пацан, ты серьезно? А орден он чем заслужил? Подродомышлен такой устроил, на что ни один бы взрослый не осмелился. И каков его счет? Именно в том бою, 19 фрицев, а так, большей стаи одного вражеский самолет. Лично поеду на награждение, хочу сам посмотреть на вашего героя, твердо заявил генерал Подковыркин. Через пару дней он уже был в части, к которой был приписан самый молодой снайпер Великой Отечественной войны, Васа Курка. Как же ты героем стал, коли сам вровень с винтовкой, задал генерал вопрос Василию. Оно как-то само вышло, улыбнулся мальчишка, крепко пожимая твердую руку генерала. Генералом тебе быть, уверенно произнес Подковыркин, вручая орден красной звезды молодому бойцу. Но его словам не суждено было сбыться. В начале 1945 года один из тяжелых боев навсегда лишил фронт молодого героя. Очень жаль, что о заслугах ребенка снайперы очень редко вспоминают. Вечная память молодому ребенку-герою. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.